Татьяна Викторовна, спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня поговорим на такую тему, как разработка дополнительных образовательных программ, методические рекомендации для воспитателей и учителей. Я обычно выступаю по линии Директ Академии с различными вебинарами касательно нейросетей, искусственного интеллекта, ИКТ и так далее. И сегодня немножко такая необычная тема. Я немножечко методист, работаю в институте непрерывного образования и курирую разработку различных курсов, в том числе онлайн-курсов для дополнительного образования для детей и для взрослых. И вот я хотел бы сегодня с вами поделиться, какие современные технологии существуют для того, чтобы проектировать образовательные программы. И в конце нашего вебинара я приглашу вас на бесплатный курс методиста образовательных программ и онлайн-курсов, который проводится под эгидой нашего университета, где работаю Уфимский университет науки и технологий. И в конце я более подробно об этом расскажу. Итак, вопросы вебинара. Сегодня мы с вами рассмотрим алгоритмы проектирования образовательных программ, основные, популярные. Проектирование образовательной программы от результатов, учет возрастных особенностей и системы метрики оценки качества образовательной программы. Начну с проектирования образовательных программ. Какие современные подходы используются и применяются методистами. Ну, опять-таки, я не буду сегодня говорить о нормативке и так далее. Это совершенно неподъемная тема для часового вебинара. Это совершенно разные сферы деятельности. Для ДПО там одна нормативка, для дополнительных общеразвивающих программ другая нормативка. Я не буду этой касаться, я просто поговорю о том, как мы проектируем, какие алгоритмы существуют, как их использовать. И популярный, который сейчас у методистов алгоритм, это проектирование именно от результатов, которые используются. Вот об этом я расскажу. Итак, модели проектирования образовательной программы верхнего уровня. Что значит верхнего уровня? В верхнем уровне мы когда берем программу, вот там ставится перед нами задача спроектировать образовательную программу. Мы проектирование разбираем или разбиваем на ряд шагов. Ну, в данном случае, если рассмотреть алгоритм EDDI, это аббревиатура от английских слов анализ, дизайн, разработка, применение, оценка. То есть, если мы берем этот алгоритм верхнего уровня проектирования, то мы должны сначала, первое, реализовать этап анализа. Второе, значит, дизайн, разработать саму программу, да, спроектировать. Третье, это разработка контента. Четвертое, применить и получить оценку. Дальше, дальше, ашуры, следующий, это анализ, выбор целей стандартов, выбор методов и средств, разработка контента, получение обратной связи от учащихся и оценка. И еще один из алгоритмов, тоже популярных, который для быстрого такого итеративного проектирования, это модель или модель сам. Модель последовательного приближения. Цикл, анализ, разработка, оценка. То есть, три этапа. Анализ, разработка, оценка. Вот об этом я сегодня подробно расскажу. И если кому-то вам знакомы данные алгоритмы, ставьте плюсик, я буду ориентироваться на вас. Идем дальше. Начнем с алгоритма Эдди. Итак, у нас получается как бы такой пятиступенчатый алгоритм, но оценка находится в середине. То есть, мы провели анализ, анализ нашей целевой аудитории, то есть, кто у нас будет обучаться, сделали оценку. Разработали, спроектировали программу, сделали оценку. Разработали учебный контент, сделали оценку. Применили, сделали оценку. Вот такой универсальный алгоритм, который используется многими методологами для того, чтобы проектировать образовательные программы. То есть, разбивая на ступени, на этапы, правильно сказать. Идем дальше. Что на этапе анализа? На этапе анализа мы выявляем, какова целевая аудитория нашего курса образовательной программы. То есть, кто к нам придет учиться. Либо нам это дает заказчик, либо мы, соответственно, пытаемся выяснить, используя интернет, сервисы Ямбль, Свордстат и так далее, чтобы примерно прикинуть и посмотреть, кому данный курс нужен будет. Дальше. Мы определяем здесь на этапе анализа, каковы будут цели обучения. То есть, чего мы намереваемся достичь. Что нужно нашим слушателям, нашим учащимся. Что, какие боли мы решаем наших слушателей. То есть, зачем он приходит на этот курс. Что его волнует. Дальше. Каковы физические и организационные ограничения. То есть, можем ли мы этот курс, например, провести в онлайне, или надо обязательно в оффлайне, или надо делать гибридный формат. Оффлайн, онлайн. Дальше. Каковы технические требования от курса. То есть, какую установку нам дает наше руководство образовательное учреждение, там, или заказчик, который заказывает, например, на каком-нибудь сервисе профиру и так далее. Как будет происходить обучение. То есть, форма организации и подачи контента. Какие критерии будут использоваться для оценки эффективности обучения. То есть, как мы поймем, что мы, такие мы возьмем критерии, а метрики я вам чуть позже в конце нашей встречи сегодня расскажу, нужно взять для того, чтобы оценить эффективность обучения. То есть, мы должны реализовать этап анализа и ответить вот на эти вопросы. В итоге, после этого этапа, мы должны определить образовательные цели основные. Ну, это может быть цели на понимание, что у нас будут слушатели понимать, что у нас слушатели освоят. Цели, например, на перенос. То есть, чем у нас слушатели уйдут после курса, да, то есть, каким багажом знаний, умений, навыков и так далее. И тщательно изучить целевую аудиторию, используя метод интервью, например. Если у нас есть такая возможность, анкетирование, беседа, общение в чатах и так далее. То есть, вот на этом этапе мы должны представить, что волнует нашу целевую аудиторию, такой маркетинговый термин я использую, да, целевая аудитория. То есть, наши слушатели, которые пришли, придут к нам учиться, придут на курс. Зачем? Почему? Для чего? Вот на этом этапе мы как бы анализируем, думаем, может быть, берем блокнотик, ручку, там все это записываем, фиксируем и так далее. Следующий этап у нас называется этап дизайна в модели Эдди. На этапе дизайна мы как раз и пишем саму программу, значит, составляем учебный план, логику реализации и так далее. И вот здесь есть два подхода. Значит, один из самых эффективных подходов, это называется подход проектирования через понимание. Understanding by decision, то есть проектирование через понимание. И здесь два подхода. Первое, значит, проектирование сначала, forward decision, да, то есть мы отталкиваемся от учебника, от контента. То есть, ну, как в школе берем, вот нам учебник, вот такой-то параграф, вот такой-то день, такую-то тему, мы его изучаем. Здесь мы сначала берем за основу первый контент, потом выстраиваем, думаем, учебная активность, как мы будем урок проводить, да, какого типа будет урок, урок новых знаний, комбинированный урок, смешанный урок. Дальше продумываем оценку и определяем цели занятия. То, что сейчас используется, очень эффективно, это проектирование с конца, backward decision, то есть проектирование от результата. То есть мы сначала как бы представляем себя на таком пути из точки А в точку Б и берем в точку Б результат, чего мы там достигнем. Достигнем. Первое. Значит, формулируем образовательные результаты. Второе. Формулируем оценку, то есть подбираем оценочные средства и думаем о том, как мы поймем, что мы достигли этого образовательного результата. И потом уже подбираем учебные активности, выстраиваем учебные активности в определенную логику, определяем формат занятий и реализуем саму программу, то есть применяем. Вот. Поэтому здесь получается проектирование через понимание в основном применяется сейчас методистами. Такой модный тренд – это проектирование с конца, проектирование от результата. И об этом тоже я сегодня расскажу. Дальше. Как выбрать алгоритм проектирования? То есть модель проектирования – это каркас образовательной программы. Его можно и нужно адаптировать для своих проектов. И чтобы выбрать подходящую модель, все-таки прямой дизайн или обратный дизайн от результата, да, нужно свериться с образовательными целями, определить формат, проанализировать аудиторию, подумать об ограничениях. Ну, например, если понятно, что у нас реализуется какая-то основная образовательная программа, там никуда не денешься. Там есть учебники рекомендованные, мы должны использовать прямой дизайн, так сказать, да, то есть идти от контента, идти от содержания учебников и госов, которые нам спущены сверху. Но если мы реализуем какие-нибудь допы, дополнительные образовательные программы, здесь мы можем уйти от такой догматики и проявить творчество и попробовать спроектировать от результата. В основном все курсы, большинство курсов, которые сейчас проектируются для детей, для дополнительного образования детей и взрослых, они идут именно, проектируются методологами от результата. То есть, как бы одна из таких самых популярных и понятных моделей проектирования на этапе дизайна программы. Дальше. В чем же все-таки есть проблема проектирования сначала, то есть так, как мы с вами привыкли? Здесь мы фокусируемся на активностях, то есть как мы будем преподавать, какая будет форма урока, а не на результате. Мы фокусируемся больше на преподавании, как мы будем преподавать, а не на обучении. На контенте, а не за то, зачем он нужен. И обучение идет в пределах учебника, изучения тем, которые есть. Обучение ради заданий. Вот как бы проектирование сначала, прямой дизайн, когда мы учим, выполняем какие-то задания и так далее. Но у нас в этом случае, в большинстве случаев возникает проблема того, что мы как бы отвлекаемся от основной цели обучения. И получается, как бы мы делаем задачи, но при этом у нас ученики иногда, наверное, сталкиваются с такими ситуациями, не понимая, для чего это нужно. Вот для чего они это решают, как их на практике в жизни применить. То есть связать именно с реальной жизнью. Вот такие моменты есть, к сожалению. И следующий момент. Обратный дизайн. Здесь мы начинаем от результата. То есть мы ставим такие результаты, различные цели формируем. Например, как я уже сказал, цели на перенос. С чем у нас дети уйдут, с каким багажом знаний, умений и как они это смогут применить в реальной жизни. Для чего это им нужно. Мы отвечаем как бы на этот вопрос. Дальше. Цели на освоение. Мы формулируем знания в компонентах, что наши слушатели будут знать, что они будут уметь и чем они будут владеть. Например, да. Мы формулируем цели на понимание. Что они будут понимать на этом курсе и на какие ключевые вопросы они для себя ответят. Какие свои боли они решат на этом курсе. Дальше. Мы сформулировали образовательные результаты, разложив по целям. Можно принять, кстати, компетентностную модель здесь. И подбираем инструменты, то есть как мы измерим вот это все, как мы докажем, что мы достигли образовательного результата. И определяемся с оценкой. Какую оценку мы берем для... То есть, ну, каким образом будем оценивать. То есть, по какой-то шкале, зачтено-не зачтено, там, по шкале 0, 1, 2, по 5-балльной шкале и так далее. Об этом тоже я расскажу. По 4-балльной шкале. То есть, мы определяемся, как мы оценим этот образовательный результат, как эта оценка, которую мы спланировали, даст нам полную картину о том, что у нас мы научили действительно нашего ученика. И потом уже расписываем план программы. Соответственно, когда мы расписываем план программы, мы определяем логику реализации тем и форматов обучения, форм обучения. То есть, каким образом, какие активности учебные мы возьмем. Лекция, практика, лабораторная, фронтальная лабораторная, воркшоп, вебинары и так далее. То есть, мы здесь определяем. Вот здесь вот есть очень интересные, полезные ссылочки. Вот на сайте Skillbox. Вы можете тоже посмотреть, почитать очень подробно по этой теме. И я немножко скажу про этот, как раз вот именно эту модель, обучение на основе результатов. Автор этой модели американский кодолог-психолог Уильям Спейди. В 1994 году он предложил эту модель. И здесь вот тезисно я так ее описал, что разработка начинается с четкого описания конечного результата. За этим следует подбор методик, как мы это будем достигать, и критериев оценки, и потом уже разработка учебного плана. И тоже здесь вот ссылочка есть, тоже посмотрите, пожалуйста. Там как раз интересный такой контент для методистов, кто занимается методической разработкой. можно интересно найти. Ну, и есть еще у Skillbox такая интересная модель, описанная 4C4ID, так называемые, да, то есть модель проектирования от задач. Но она очень сложная, эта модель. Но если вникнуться, то она очень хорошо позволяет проектировать обучению навыкам, каким-то именно практической подготовке. Но она довольно сложная, на ней надо разбираться. Но если разберетесь, то можно именно применять в режиме микрообучения для привития каких-то навыков. Обратите внимание, проектирование от задач, она называется. Идем дальше. Следующий этап, значит, следующий этап алгоритма Эдди – это разработка, то есть наполнение материалами. Здесь мы разрабатываем сценарий конкретных занятий, придумываем задачи, упражнения, создаем презентацию, то есть разрабатываем текстовый контент. И саму упор делаем, ставя на себя на место ученика. То есть не ориентируйся на себя, какие мы умные, надо такую задачу придумать и так далее. А надо понять основной смысл, что учащийся это сможет сделать, учащийся это сможет решить. Учащийся поймет и закрепит что-то для себя, какие-то умения, навыки. Приобретет. Дальше. Применение. Этап применения. Здесь мы вживую прогоняем материал, то есть проводим тестовые уроки, реализуем курс. И... А, тут что-то у меня съехало, да? Да, что-то тут проблема, ладно. Вображение. Включаем воображение. Проигрываем роль ученика непосредственно в классе. То есть вот он зашел в класс. Как он будет себя вести? Хватит ли ему места? Какие приборы, инструменты он будет использовать на уроке? И так далее. То есть прокручиваем воображение, такую траекторию ученика, как он будет учиться непосредственно в процессе. То есть проживаем роль ученика. И если, например, у вас есть коллеги, попросите другого вашего коллега, педагога встать на ту сторону, в сторону обучающегося и как бы посмотреть этот курс, получить в этом случае обратную связь о курсе, прежде чем запускать его в релиз, так называемый, да, то есть в производство, в реальное боевое применение. Следующий момент – это оценка. Оценка проводится после каждого этапа, как я уже говорил, в алгоритме Эдди. И в целом здесь необходимо после каждого этапа оценить эффективность наших усилий и делать коррекцию программы. Вот мы, например, разрабатываем программу, мы делаем по 4-5 прогонов, и только на 4-м прогоне у нас получается более-менее нормально слаженная программа с учетом всех пожеланий наших слушателей. То есть идеальную программу сделать с первого раза, например, в смешанном гибридном формате, очень тяжело. Поэтому мы разработали, контент сделали, потом бывает, что некоторые модули мы полностью перерабатываем, выкидываем, после первого прогона делаем второй, третий, совершенствуем. И вот путем оценки получения обратной связи, именно анкетирования в начале программы и в конце программы, мы получаем обратную связь, делаем аналитику и изменяем наши программы, доводим программу до совершенства. И те программы, которые сейчас у нас работают в рамках различных федеральных проектов, они прошли по 3-4, а некоторые по 5 прогонов, чтобы, как говорится, вычистить все до идеала, чтобы все четко понималось, подбирался контент, и были хорошие результаты, достижимые результаты. То есть доходимость до конца слушателей была очень хорошая. Дальше. Выводы какие можно сделать? Эди – это универсальная модель проектирования, которая подойдет практически для разработки всех курсов и делится на 5 ступеней, которые я сказал. Анализ, дизайн, проектирование, разработка самой программы, разработка контента, применение и оценка. Сильные стороны – это универсальность, простота и последовательность. Особенно, если вы применяете именно дополнительные общеразвивающие, разрабатываете дополнительные общеразвивающие программы, то эта модель как никак, алгоритм подойдет как-никак лучше. Идем дальше. Где используется? В открытых онлайн-курсах, в допах, в корпоративном секторе, в вузах. Подходит для проектирования синхронного формата обучения, когда в режиме онлайн мы общаемся, асинхронного, смешанного формата. То есть модель универсальная. Дальше. Следующий алгоритм верхнего уровня проектирования – это модель Ашура. Здесь алгоритм делится на следующие этапы. Это анализ аудитории опять-таки есть, постановка целей, выбор методов и материалов, применение выбранных методов и материалов, вовлечение аудитории и оценка и выводы. То есть оценка и резюме, то есть выводы по результатам реализации. Данная модель, сразу скажу, очень сложная. И она применяется в основном для проектирования курсов в долгу. Например, когда мы проектируем дополнительные профессиональные программы, которые длятся у нас, например, год. Или когда мы проектируем, например, программы среднего профессионального образования, когда нужно спроектировать на год, на два, на три, на четыре и так далее. Эта модель именно больше всего подходит для подготовки и проектирования сложных программ. Например, применяется при проектировании программ основного образования. СПО, ВО, высшего образования и так далее. И здесь также на этом этапе, этапе анализа, мы изучаем увлечение, мотивацию нашей аудитории, ожидание, пол, возраст, цель, успеваемость. По этим тегам мы делаем анализ аудитории, отвечая на те же вопросы, которые я, в принципе, говорил в начале нашей сегодняшней встречи. Но вот анализируем эти основные параметры, чтобы понять, как и что в дальнейшем проектировать. Вот такие вопросы мы должны ответить. Это кто будет учиться, как учился до курса, до этого в школе, например, да, пришел в колледж учиться. Какими мягкими навыками обладает SoftSkills, умеет ли работать в команде, например, да, то есть при групповой работе. Следующий момент, следующий этап – постановка целей. На этом этапе мы составляем карту компетенций. Сейчас в основном везде используется карта компетенций, компетентностный подход. Какие-то компетенции определены фигуосами стандартными, какие-то мы придумываем сами. Опираясь, опять-таки, на что, если это профессиональное образование, то мы опираемся на профстандарты и единый квалификационный справочник. И каждую компетенцию мы раскладываем по трем компонентам «Знать, уметь, владеть». Дальше. Второе. Необходимо понимать стандарты, которые мы используем. И цели обучения формулируются по определенной таксономии. Здесь в основном, конечно, используем трехкомпонентную таксономию «Знать, уметь, владеть». Чуть позже о ней расскажем. На этапе выбора методов и материалов мы подбираем методы и материалы, отвечаем на вопросы, что необходимо преподавать или учителю, чтобы провести урок, какие форматы обучения необходимо использовать, чтобы достигнуть образовательных целей. Следующий этап. Применение выбранных методов и материалов мы должны ответить на вопросы, как собираетесь использовать материалы, какой должна быть среда обучения, и имеет ли она, должна иметь обязательно электронный компонент или нет, какие должны быть учебные материалы, подготовка материалов, подготовка учащихся и так далее. Дальше. Вовлечение аудитории. Здесь, на этом этапе, мы продумываем формы работы, активные формы работы, продумываем мотивацию, как мы ее будем включать, чтобы у нас учащийся доходил до конца курса, до конца курса дисциплины и так далее. И последний этап – это оценка. Определить, достигли учащихся цели или нет. Понять для себя, был ли выбор образовательной стратегии удачным, каковы слабые места планированной программы, как можно улучшить курс. И вот когда мы полный цикл пройдем, сделаем оценку, мы опять делаем улучшение, опять проходим цикл обучения полностью, да, и опять делаем оценку и смотрим. И, соответственно, усовершенствуем свой курс, меняем там содержание компетенции и так далее. Как мы поймем? Ну, понятно, что по каждой дисциплине курса мы будем снимать качественные метрики учебного процесса, абсолютно, то есть абсолютно качество, да, и смотреть, насколько у нас достижимы какие-то запланированные показатели. Дальше. Выводы по этой модели. Здесь данная модель прежде всего делает акцент на взаимодействии преподавателей и учащихся. Это не зря, там несколько есть этапов, когда мы продумываем методы и способы обучения. Данная модель дает четкую подробную структуру и применяется для проектирования курсов и программ школьных предметов, например. То есть для проектирования в долгую, на длительный период. Модель учитывает профессиональные государственные стандарты, и ее не надо адаптировать, как, например, модель ЭДИ для каких-то школьных программ основного образования. То есть, в принципе, она вполне укладывается. Дальше. Ну, в основном применяется в государственном образовании, в корпоративном обучении, в дополнительном профессиональном образовании. Подразумевает различные форматы, как оффлайн-формат в аудитории, онлайн-формат, гибридный формат. Ну, и, конечно, синхрон и асинхрон. То есть синхрон, когда мы в режиме реального времени взаимодействуем, а синхрон, когда каждый по-своему двигается по образовательной траектории, изучает там что-то в рамках самостоятельной работы. И третья модель, базовая модель, это модель SAM. Здесь, как бы, ее схлопнули из модели проектирования, алгоритма проектирования ЭДИ, путем объединения дизайна, этапа дизайна и этапа разработки, просто в этап разработки. То есть мы делаем анализ, тут же на этом этапе мы сами создаем программу, контент, значит, реализовали, оценили. Обычно данная модель применяется, когда вот нам нужно стартовать курс, а у нас еще не готово. Ну, например, в ДПО пришли слушатели резко, заказали курс, он у нас до конца не собран там, или мы еще даже не собирались его собирать, поэтому мы как бы делим этот курс на модули, и каждый модуль мы делаем, значит, первый, значит, сделали анализ в аудитории, разработали, запустили, оценили. Модуль первый, да? Дальше, пока первый модуль у нас в релизе находится, то есть применяется, мы делаем второй модуль. То есть такое короткое итеративное помодульное проектирование для быстрого создания программы. Поэтому и состоит всего из трех этапов. Здесь, как правило, мы, значит, если разложить на этапы, на первом этапе мы, как всегда, делаем анализ аудитории, то есть кто у нас будет учиться, и смотрим, есть ли подобные курсы на рынке. Если есть, то изучаем, соответственно, эти курсы конкурентов, берем какие-то идеи интересные, значит, или там, наоборот, отстраиваемся от конкурентов, чтобы именно пришли к нам слушатели. Дальше. Второе – это разработка, то есть, опять-таки, планируем образовательные результаты, планируем, выбираем модель проектирования, планируем темы, учебный план составляем, оценку, и, соответственно, создаем контент образовательный. И третье – это оценка, то есть внедряем, получаем обратную связь, и, соответственно, дорабатываем курс с учетом данных обратной связи. Следующий момент – выводы. Гибкая модель проектирования, которую можно использовать в двух случаях. Как правило, для массовых открытых онлайн-курсов, которые бесплатны, и для корпоративного сектора. Ну и когда нам надо очень быстро что-то стартовать, какую-то программу, и, соответственно, мы можем помодульно ее сделать. Как правило, формат для данной модели проектирования асинхронный. То есть мы просто разрабатываем контент, записываем видео, выкладываем, и слушатели уже самостоятельно обучаются на каком-нибудь онлайн-курсе. Вот кратко по алгоритмам проектирования, по этапам проектирования образовательных программ. Это не все неисчерпывающее, конечно. Это то, что непосредственно мы сами применяем, и то, что применяют... Я состою в различных группах методологов. Применяют методологи, методисты образовательных программ, используя свои практики. Ну, за последние лет пять. То есть в основном вот эти три алгоритма основные работают. Есть еще другие алгоритмы, я просто их все объятно и невозможно объять, поэтому я про них пока говорить не буду. Итак, этап дизайна и проектирования. То есть рассмотрим этап дизайна и проектирования, разработки самой программы. И подробно рассмотрим именно проектирование от результата. Итак, что такое образовательная программа? Начну с этого. Это документ, который определяет содержание образования. То есть чему мы будем учить. Все образовательные программы делятся на то, что мы разрабатываем в соответствии с нормативной документацией. И второй тип программы – это для просветительских целей. То есть там неважно сдавать какие-то экзамены. Мы их называем дополнительной, вообще образовательной, общеразвивающей программой для детей и взрослых. Он просто пришел научиться чему-то. Ему просто вот, ну, каким-то навыкам в сфере психологии и так далее. То есть мы не выдаем какого-то серьезного документа здесь, удостоверения или дипломы и так далее. Вот. И вот эти вот, рынок этих программ как раз просветительских, он очень набирает обороты и учит и блогеры, и учит и образовательные учреждения. Причем еще такой профессии нету, а уже программы появляются. То есть нету профстандарта, например, да. Ну вот сейчас набирает оборот такая модная профессия, как промт-инженера нейронных сетей. Профстандарта еще такового даже и нет, да. Но тем не менее, значит, это есть потребность такая сейчас для сегодняшнего общества, рынка и так далее. И вот возникает программа, которая, ну, никак вообще нормативно документации не связана, просто новая программа, да. Она идет по второму типу. То есть мы просто учим людей, как эффективно использовать, например, нейросети в маркетинге или там нейросети при составлении учебно-методических материалов. Вот. Как бы так. И вот как раз наше немножко основное образование, оно как бы такое фундаментальное основное. А вот когда нужно приобрести какой-то софт-навык, мягкий навык, да, именно нужны вот эти вот программы, которые применяются для разработки, вот именно для возникшего недавно какого-то мягкого навыка, который просто необходим современному человеку при трудоустройстве на работу или чтобы понять, чтобы работать в новой сфере деятельности. Идем дальше. При построении концепции программы от результата мы должны ответить на четыре важных вопроса. Для кого мы эту программу делаем? Для чего мы ее делаем? То есть то наша целевая аудитория, цель этой программы. Какие образовательные результаты мы закладываем и как измерить их достижение? То есть результат какой? Цели и компетенции. И оценка. И какие должны быть выбраны способы для достижения цели? Какие технологии мы можем применять? Какие методы мы можем применять? Форматы обучения мы можем применять? Вот мы при построении концепции, мы должны для себя как методист, как преподаватель, который все это реализует, должны ответить. Идем дальше. Проектирование с конца от результатов – это проектирование через понимание. То есть мы должны четко представить, не какой материал нам нужно дать и что нам нужно рассказать, а понимать результат нашего обучения, с чем от нас уйдут ученики. И желательно с практическим применением, то есть как это можно применять непосредственно в жизни. Потому что когда он это делает через применение, через навык применения, знания остаются на всю жизнь, как говорится. Дальше. Этапы проектирования от результата. Первое. Мы определяем с вами образовательные цели. Второе. Мы определяем критерии оценки, средства оценки, оценочные задания. Третье. Мы определяем учебные активности. То есть какой у нас будет… Мы определяем формат обучения. То есть формат обучения. Онлайн, офлайн. Ну, офлайн в аудитории. Онлайн используют, как мы сейчас. Синхронный, асинхронный. То есть синхронный, когда мы сейчас взаимодействуем, я задаю вопросы, вы отвечаете. Асинхронный, когда мы положили что-то, какой-то курс, видеозапись, вы ее просматриваете в удобное время. Определяем, соответственно, активности и как мы будем эти активности выстраивать. В учебном плане по темам темы, порядок тем, и, соответственно, как мы каждую тему будем реализовать. В виде какой формы активности, учебные лекции, практика и так далее. Дальше. Существуют различные алгоритмы выстраивания логики образовательной программы. Есть линейный логик, например, то есть когда мы линейный выдаем. Есть логика спиральная, когда мы поднимаемся, сначала изучили одну тему, потом изучили другую тему, потом вернулись к теме третьей, углубляем тему первой темы и так далее. То есть как по спирали вот так вот двигаемся наверх. Есть много различных алгоритмов, как это делать. И я не ставился задачей все сегодня рассказать. Но вот на этом этапе, третьем, мы определяем темы, учебный план, как они будут выстроены, в какой логике. Определяем формы и форматы обучения. Идем дальше. Цель и образовательные результаты. Значит, цель – это то, что планирует педагог. То есть для чего мы это делаем? Она должна быть достижима, она должна быть измерима. То есть мы должны ее как-то измерить с помощью средств оценки. И она должна быть соизмерима с опытом обучающихся. То есть нет смысла говорить о космосе, если наш ученик там начальной школы, который не знает базовые понятия физики, например. Дальше. Образовательный результат – это то, что достигает обучаемые, то есть те знания, умения, науки, которые они приобретают, с помощью которых меняется их деятельность, поведение. Идем дальше. Как правильно формулировать цели? Ну, например, вот здесь цель – курс аналитик данных. Цель – научить выпускника работать аналитиком данных. Вот это неправильная цель. Чтобы ее сформулировать, необходимо, ну, использовать, например, глаголы деятельности. И вот, например, один из вариантов – это сформулировать знания, умения, навыки в области предиктивной аналитики для решения профессиональных задач в сфере анализа больших данных. То есть мы должны сформулировать цель, которая должна быть измерима. Аналитиком данных – научить выпускника работать аналитиком данных. Мы никак его не можем учить. Это вообще неправильная цель. Мы должны цель конкретизировать, и чтобы эта цель должна была быть измерима. То есть мы ее сужаем до предиктивной аналитики и меряем, используя знания, умения, навыки. То есть будем формулировать знания, умения, навыки в какой-то определенной области. Или еще вариант. Подготовить специалиста, обладающего навыками применения основ предиктивной аналитики для решения профессиональных задач по работе с большими данными. То есть цель измерима и цель достижима. То есть применение основ предиктивной аналитики. То есть мы конкретизируем, уточняем, что мы вот этого должны достичь в данной цели. Это вполне реально. Используя вот эти три основных критерия, мы должны правильно ставить, формулировать цели. То есть цель должна быть достижима, измерима и соизмерима с опытом нашего учащегося. Идем дальше. Образовательные результаты. Опять-таки должны удовлетворять критериям. Они должны быть следующим критерием. Ожидаемы, измеримы, конкретны. И здесь лучше при проектировании образовательного результата планировать использовать активные глаголы. Например, мы все привыкли использовать трехкомпонентную компетентностную модель, где каждая компетенция, как мы ее называем, способность использовать автоматизированные, инсталлировать программные средства, например, на ЭВМ. Назвали. И раскладываем, что в этой компетенции он должен знать, что он должен уметь, какими навыками он должен владеть. Дальше. Ну, так немножко отойдем, да, конкретизируем. Что значит знать, уметь владеть? Ну, знать, понятно, знания, которые мы можем проверить, потом тестами, опросами, групповыми, индивидуальными, какими-то задачами и так далее. Уметь. Умение – это владение практикой применения знаний. И навыки. Навык – это способность деятельности, сформированная путем повторения или доведенная до автоматизма. Навык – это умение, доведенное до автоматизма, по сути. И, в принципе, можно, многие методологи, педагоги используют их с нами и в Бума. Вот здесь вот на слайде есть сайт методиста Марии Загорской. Ссылочка. Я вот оттуда взял материал. Пожалуйста, изучите, посмотрите. Очень полезная информация о том, что можно образовать результаты, формулировать по текстаме и Бума, раскладывая на шесть компонентов. То есть знания, понимания, использования, анализ, синтез и оценка. И чтобы понимать, как мы проверим эти знания или понимания, мы используем глагольные формы. Составить список того-то. То есть учащий должен, когда мы планируем результат, то есть оценку, как мы проверим знания. Такие-то знания учащий должен выделить что-то, рассказать что-то, показать, назвать. На этапе понимания описать, объяснять, определять признаки, формулировать что-то по-другому. Применить, проиллюстрировать, разрешить. Решить на этапе использования, на этапе анализа. Уметь анализировать, проверить, провести эксперимент, организовать, сравнить, выявить различия. Синтез. Создать, придумать дизайн, разработать, составить план. И оценка. Представить аргументы, защитить точку зрения, доказать, спрогнозировать. И как бы использовать сложную, шестопенчатую таксинамию Бума, мы можем проектировать образовательные результаты. И, соответственно, это прописывать, соответственно, что должен наш учащийся знать, двоеточие, прописали, понимать, двоеточие, использовать, применять на практике, анализировать, синтезировать, оценивать. Вот это можно прописать. Ну и здесь вот на слайдиках подробно. Я не буду сейчас это все читать, повторять. Презентация доступна для скачивания. Можете это все внимательно изучить. И, пожалуйста, обратите внимание на ссылочку сайта Марии Загорской. Идем дальше. Оценка. Ну хорошо, вот образовательные результаты мы сформировали. Цель курса. Дальше мы расписали, что он должен знать, уметь владеть образовательные результаты. Дальше мы должны понять, как мы достигнем этих образовательных результатов. И вот здесь есть у нас следующий этап – это оценка. Мы должны разработать критерии оценки наших компонентов образовательных результатов. И мы должны подобрать средства оценки и оценочные задания. И в этом случае, ну, если опять-таки, используя трехкомпонентную модель, знать, уметь владеть, можно применять вот такую табличку. Например, этап освоения какой-то компетенции. Например, этап знать, этап уметь, этап владеть. И здесь, соответственно, расписываем критерии. По четырехбалльной системе неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо и отлично. Как это выглядит в программе? Оно вот так выглядит. Этап освоения компетенции. Первый уровень, второй, третий. На первом уровне мы формируем знания и расписываем. Неудовлетворительную оценку. Два мы ставим за то, что знания не сформированы. Три знания недостаточно сформированы, несистемные. Четыре. Знания сформированы, но имеют отдельные пробелы неточности. И пять. Знания полностью сформированы. Второй этап. Умение. Например, уметь применять основные законы естественно-научных дисциплин для исследования принципов работы, элементной базы, блоков и устройств, начистоятельной техники. И, соответственно, умения раскладываем не сформированы, не полностью, в основном полностью. И третье. Это владение. Владеть навыками. Навыками исследования принципов работы, каких-то элементов, блоков и так далее. И расписываем, что у нас для оценки. Два, три, четыре, пять. Идем дальше. Кроме этого, применяются для оценки образовательных результатов и планирования образовательных результатов другие таксономии. Например, таксономия Соло или Марцана. Здесь вот есть ссылочки, можете про эти таксономии тоже прочитать. И, например, почему бы их не использовать для планирования дополнительных общеобразовательных программ. Дальше. Дальше мы должны проверить. То есть оценки мы сделали. Теперь дальше эти оценки закладываем, привязываем непосредственно к форматам оценивания. И по популярности, конечно же, самое популярное – это тестирование. То есть тестирование можно проверить знания. Ну, если еще в тестирование, например, включить такие задания, как на соответствие, да, то есть соответствие даты каких-то событий или там перетасовки как-то, значит, упорядочивание, да, то можно сказать, что мы можем частично и умение проверить. Но как проверить навыки – это большая проблема. Обычно навыки, значит, проверяются, используя метод наблюдения, да, то есть когда мы вот рядом стоем с нашим учеником, там, как он на станке работает, смотрим и определяем, получается ли у него или не получается. Поэтому здесь популярные форматы тестирования, свободный письменный ответ, компьютерные симуляции могут быть. Кстати, навыки тоже можно им проверить. Портфолио, ситуационные тесты, наблюдение за поведением, о чем я говорил, интервью по компетенциям, решение практических заданий, упражнений и итоговые там какие-то оценочные активности по дисциплине предметов, например, зачет экзамен или там по модулю зачет экзамен. Далее идем. Средства оценки. Ну, одна цель, одно средство. Дальше, как правило, так используется. То есть если мы цели там спланировали, то, соответственно, какое-то определенное средство одно определяем для, значит, основное, для того, чтобы проверить, достигли мы этой цели или нет. Ну, обычно знание, как я уже говорю, проверяется там опросами. Квизы модно сейчас называют индивидуальные, групповые, вопросы в процессе, интерактивные квизы. Есть такой даже инструмент «Квизис» называется, да, то есть зарубежный, где можно создавать квизы и, соответственно, по ссылкам кидать нашим ученикам. Они будут проходить там с телефона, с планшета и так далее. Умение, навыки, задание, упражнение и наблюдение и понимание. Чтобы понять, чтобы ученик понимает, ответил для себя ключевые вопросы. Здесь, конечно, мы должны беседовать. Беседовать, контактировать, задавать вопросы и так далее. Может быть, даже если это тестовая форма, включать вопросы с открытым заданием. То есть когда, например, кратко наши учащиеся должны написать ответ, и мы понимаем, понял это он или не понял. Учебные активности. Следующий этап, значит, следующий этап проективнее от результата. То есть мы, значит, с вами цель программы сформулировали, образовательные результаты сформулировали, оценочные средства сформулировали, критерии оценки сформулировали. Дальше учебные активности. Как мы будем выстраивать программу. То есть выберем формат обучения и какие активности там можно использовать. И вот здесь, как правило, популярные форматы обучения. Дистанционное, традиционное и смешанное обучение. Хотя в законе, у нас всего в законе 273 ФСЗ есть понятие форма обучения. Форма обучения три. Очная, очно-заочная и заочная. Больше никаких форм у нас обучения нет. Очная в аудитории. Очно-заочная обычно это вечерняя форма. Часть в аудитории, часть самостоятельно дома. И заочная это когда у нас учащийся приезжает эпизодически, контактирует, либо использует какие-то современные технологии дистанционные и так далее. То есть делится на сессии, как в нашем понимании, на какие-то этапы. Он приезжает, что-то послушал, посмотрел, уехал, получил задание, дело в следующей сессии приезжает. И есть понятие формата обучения. Формат обучения это то, как мы будем, способ это все реализовывать. В очной, очно-заочной, заочной мы будем реализовывать. Обычно в программе всегда прописываем. У нас программа дополнительно общеразвивающая реализуется в форме очного обучения с применением дистанционных образовательных технологий или электронного обучения. Поэтому в программе важно правильно по закону указывать форму обучения. Еще раз повторюсь, их три по закону. Очная, очно-заочная, заочная. А формат обучения, способ взаимодействия, это мы уже сами прописываем. Добавляем к форме обучения очное с применением ДОТ и ИО, дистанционных образовательных технологий электронного обучения. Формат бывает дистанционный, онлайн, который делится на асинхронный и синхронный. Вот синхронный это сейчас, мы с вами взаимодействуем, да, вы отвечаете на вопросы, я задаю там что-то. А синхронный, когда вы даете задание, вы выкладываете в какой-то среде и учащиеся по плану это все делает. Традиционный формат взаимодействия, ну, очная форма обучения по традиционному типу, по традиционному формату. Учащиеся приходят в аудиторию и слушают учащиеся, ну, как обычно, мы учим в школе, учим в вузах, в СУЗах и так далее. И смешанное обучение, когда у нас гибрид, что-то у нас, или гибридные еще говорят обучение, обычно называют смешанное обучение. Блендент ленинг называется, модным таким словом, смешанное обучение, когда у нас часть в оффлайне, часть в онлайне реализуется. И какие вот форматы подобрать под свою программу, здесь синхронный или асинхронный и так далее. Дистанционный формат, удобно, комфортно для слушателя, широкий охват, снижение временных затрат, там не надо два часа добираться с одного конца, например, города Уфа в другой конец. Информация находится в постоянном доступе, состоится в чат, среда, здесь все это общение происходит и так далее. Минусы, мало живого взаимодействия, проблема с мотивацией, вовлечением. И нет оперативного реагирования на действия и бездействия участников в асинхронном формате. Потери при дистанционном формате очень высокие, поэтому мы всегда в свои курсы включаем контактную часть, какую-то определенную. И обязательно контактируем, мотивируем, проводим консультации и так далее. Одно время мы решили, что это панацея всех болезней, дистанционный формат, но когда мы поняли, что у нас доходимость курса составляет в некоторых случаях 10-15%, отсев на онлайне идет, может быть, 60%, мы поняли, что без поддержки, без синхрона невозможно. Поэтому мы всегда курсы свои проводим с какими-то синхронными занятиями, обязательно записываем и так далее. Ну, по крайней мере, в университете. То есть у нас редко сейчас реализуются курсы, которые просто без взаимодействия, как говорится. Это обычно какие-то немножко короткие такие, несложные курсы и так далее. Все остальное, если связано с переподготовкой, с выдачей дипломов, мы, конечно же, добавляем синхрон, вернее, синхронного взаимодействия и взаимодействия в синхронном режиме. Проводим в формате воркшопов, чуть позже расскажу, что за форма активности и так далее. Дальше. Традиционный формат, офлайн. Здесь важно то, что плюсы живое взаимодействие, обратная связь, можно активно применять методы мотивации, увлечения прямо на занятия. Можно быстро получать обратную связь от этого и практикоориентированность обучения. Но минусы, опять, потеря времени, обучение привязано к локации какой-то точки, то есть центра. И ограничен, может быть, доступ к учебной информации. То есть если мы не делаем, соответственно, какую-то среду взаимодействия, поддержки, то понятно, что знания получают на занятиях. Если он пропустит занятие, он этот материал может не получить. Но хотя сейчас к офлайну всегда делать какую-то поддержку в средах обучения, то есть укладывать материал для взаимодействия. Дистанционный формат. Какие применяются активности? Ну, обычно, если онлайн, то это вебинары, воркшоп, то есть взаимодействие, обратная связь, мотивация, обучение. То есть мы на воркшопе как бы делаем такую интересную часть, ядро. То есть теорию объясняем, показываем дело в океане, а потом продолжаем. Но чуть позже на следующем сайте покажу. А синхронной активности здесь обычно это видеолекция, которую мы записали, выложили, и выполнение задания в СДО. И вот эта отработка навыков после синхронного взаимодействия требует какое-то время, поэтому, как правило, всегда нужно прикидывать время на вот эти вот синхроны, которые будут после, например, синхронного взаимодействия. То есть обычно мы провели, показали, как мы делаем, и даем задания, чтобы у нас учащийся в работе, а потом проверяем. Поэтому у нас обычно учебный план делится на две части. Это контактная работа и, значит, работа в СДО, а синхронная работа. Дальше. Вебинар для работы с большими группами, передачи больших объемов информации обычно применяется. Ну, как правило, по статистике взаимодействие активное только на уровне 30% аудитории работает. Ну, как правило, вещаем в одну сторону. Проблема внимания на вебинаре всегда и проблема эффективности этого вебинара. То есть как его провести эффективно, как поддерживать аудиторию. Вот слушателей очень сложно контролировать, и все почему-то сидят с такими выключенными черными квадратиками, когда проводишь, и такое ощущение, что общаешься сам собой. Поэтому здесь иногда приходится встряхивать аудиторию, какие-то течения делать, добавлять больше интерактива. Вот, например, есть интерактивные сервисы. Ну, кто посещал мои вебинары до этого по ИКТ, я там интересный... Кстати, есть на YouTube, там, в канале Директ Академии, посмотрите, там есть... Я пытался интересные связки делать интерактивы, то есть запускал интерактивную презентацию, голосование и так далее. Это как бы немножко растрясало аудиторию, чтобы как бы повысить внимание. Ну, типа лекция, просто прочитал и все, не очень эффективно работает. Демонстрация там что-то показали, разбор кейса, интервью и так далее. То есть надо как-то все-таки вот эти вебинары делать более практикоориентированными. То есть немножко теория, тут же практика закрепляющая, да, какую-нибудь задачу, там, кейс разобрать и так далее. Ну и, соответственно, пытаться общаться с аудиторией и получать обратную связь. Воркшоп. Ну, это, в общем-то, онлайн-практика с увеличением всех участников. Здесь, как правило, это эффективная форма работы, которая позволяет как можно больше вовлечь и в работу, чтобы все подключились. И здесь, как правило, ну, в общем-то, используется отношение теории-практики 30 на 70. Как правило, мы даем только вводную часть теории на 10-15 минут. Дальше само ядро воркшопа, да, то есть мы показываем дело, как я, а потом заставляем. Ну-ка вы делайте, ну-ка скидывайте мне скриншоты там в телеграм-чат поддержки, значит, курсы там и так далее. И вот так, например, я учу по нейросетям, когда я показываю, значит, обзор нейросетей сделал, да, потом, значит, берем какую-то одну нейросеть, я учу делать промтинг, то есть писать промты для нейросетей. Написал, показал, скинул пример в телеграм-чат, берут из телеграм-чата, проделывают, скриншотиками не отчитываются. То есть я пытаюсь вот вовлечь с помощью таких воркшопов работу и как бы максимально получить вот на отдачу на своих курсах. Ну и, соответственно, здесь, конечно же, нужны облачные сервисы для взаимодействия, то есть использовать доски мира, например, доску от Гугла, например, да, то есть, ну, там, профи и прочее, то есть там разные есть моменты, я тоже об этих средствах рассказывал, но здесь вот есть интересная ссылка на статью о том, о воркшопе вообще, как проводить. Дальше. И следующий этап, последний, к которому мы с вами подходим, это как выстраивать учебную активность, то есть учебный план, тема, да, то есть мы определили формат обучения, активность определили, как теперь будем их выстраивать. Есть различные подходы. Первый способ – это выстраивание вдоль процесса. Целая часть целая. То есть сначала мы даем обзор процесса, в начале урока там или модуля, да, потом разбиваем этот процесс на части и каждую часть по шагам рассматриваем. И потом мы все это собираем обратно в единое целое. Ну, например, у меня так построены некоторые курсы, например, по методисту или по цифровой педагогике. Я, например, на первом занятии даю такой водный, то есть обрисовываю профессию методиста, да, то есть для чего методист, сколько он будет зарабатывать, получать, где искать заказы и так далее. Вот все объяснил, какими софт-навыками и мягкими навыками и жесткими навыками. Хардски должен обладать методист, чем мы будем учить. Показал процесс, как идет разработка программы там. Дальше мы разбиваем на части. Дальше у нас идет, значит, например, выбираем какой-то алгоритм и одно занятие мы проектируем только цели. Потом образовательные результаты. Потом мы проектируем, например, оценку, критерию оценки. Потом активность разрабатываем и так далее. И потом в конце они на этих занятиях выбирают каждый свой проект слушателя, делают и в конце собирают единую программу, которую они защищают на итоговой аттестации и таким образом получают какой-то продукт. Это как раз целая часть целая. Дальше. Следующий подход. Можно идти так. По частям. Мы не говорим сразу целое. Мы берем сразу цель, например, проектируем там. Потом образовательные результаты, оценка. То есть часть, 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 часть. И потом в конце мы собрали, введем какой-то продукт образовательный и понимаем, к чему мы пришли. То есть от частного к некому общему целому. И третий способ. По усложнению условий задач. То есть обычно самый сложный, но интересный способ, когда мы, например, на занятия начинаем с легких задач, потом сложнее, 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 сложнее и усложняем до конца. То есть от стандартных каких-то стандартов идем до олимпиадного уровня задач. Например, по какой-то теме, через несколько уроков или по какой-то одной задаче. Вот. По усложнению условий задач. Ну и, соответственно, учет возрастных особенностей. Что здесь необходимо знать, учитывать? Это когнитивное развитие. Здесь важно, чтобы, например... Так, да, коллеги, я отвечу сейчас на все вопросы. Буквально несколько слайдов. Завершу и все. Итак, первое. Учит когнитивное развитие. Дети разных возрастов имеют разные возможности восприятия и понимания информации. И поэтому здесь важно предлагать учебный материал, который соответствует их когнитивным способностям. Например, младшие школьники. Можно использовать наглядные игровые методы обучения. А для старших, например, применять более аналитический подход, какие-то аналитические методы. Следующее. Эмоциональное развитие. Здесь, опять-таки, мы должны учитывать на возраст детей, учитывать и поддерживать эмоциональное благополучие учащихся на курсе, на программе. И если у нас дети, например, подросткового возраста, здесь, например, можно продумать, как можно включить в программу модули по развитию навыков управления эмоциями и стрессом. Третье. Интересы и мотивации. Это очень важные компоненты. Есть такая кривая мотивация. Вот я сейчас куплю себе самые лучшие тетрадки и ручки, думает ученик, и мы с вами когда идем на курс. Мотивация зашкаливает, на пике находится. Потом, первые, знаете, прошли, начинается учебная рутина. Надо делать задания. Мотивация резко начинает падать. И вот здесь, в этой точке падения, главное подхватить ученика, чтобы продумать такие методы, мотивирующие способы, чтобы его поднять, и у него открылось второе дыхание. И он у нас вышел на кривую, которая близко к финишной кривой. Следующий момент, когда мы заканчиваем программу, у нас возникает синдром самозванца. То есть, когда мы отучились, и мы себя чувствуем такими некомпетентными, а как мы будем работать, а как мы будем это применять, и так далее. Здесь главное погружаться. Погружаться, и многие образовательные центры оставляют чаты поддержки. Чаты поддержки для своих слушателей, чтобы потом отвечать на вопросы работы с выпускниками. У них даже есть специальная служба работы с выпускниками, чтобы их поддерживать на этапе, когда начали работать, применять свои знания, они пугаются, теряются и так далее. Поэтому это мотивация, очень важный момент. И опять-таки, если разграничивать категории, например, младший школьный возраст взять, здесь лучше использовать игры и визуальные материалы. Если старший школьный возраст, например, можно использовать задачи, проекты, проектный метод использовать, проектное обучение. Учет физического развития тоже необходим. Но учить нужно необходимые физические ограничения, предлагать активности, которые подходят для каждой возрастной группы. Например, опять-таки, берем младший школьный возраст, больше двигательных игр, тоже опять-таки детский сад, дети дошкольного возраста. Для старших уже можно давать какие-то, ну, если опять смотрят, почему проектируем, например, какие-то по физкультуре или, я не знаю, какие-то курсы спортивные. То есть уже более такие сложные физические задания. Учет социального развития. Социальные навыки и потребности также меняются у нас с возрастом. И при разработке программы следует предусмотреть возможности для социального взаимодействия и сотрудничества внутри класса. Например, для подростков можно предложить проекты, которые требуют командной работы и обмена идеей. Потому что у них главная социализация начинается с возраста 12-13 летнего возраста. Социализация, они хотят себя показать, они хотят общаться и так далее. Поэтому вот эти моменты нужно тоже учитывать. Все возрастные при проектировании программы. Дальше. Качество курса и система метрик. Как оценивать. Здесь следующий момент. Ну, метрика – это количество данных, которые позволяют определить текущее состояние программы и принять решение по ее доработке и применению. И обычно метрики пришли из маркетинга. И какие метрики мы используем. То есть мы делаем анкетирование в начале программы всегда и в конце. Мы изучаем лояльность, метрика NPS, completion rate, то есть сколько завершило и дошло до конца, CSI – удовлетворенность программы и transformation rate – достижение целей. Вот эти четыре метрики основные, которые, например, я тоже использую в своих программах. Ну, оценка лояльности. Здесь вот есть ссылочка, можете подробно почитать. Например, насколько мы готовы рекомендовать нашу компанию своим друзьям и знакомым. Оцените по 10-бальной шкале. То есть, ну, в анкетный вопрос после окончания программы включили. Такой вопрос – насколько мы готовы рекомендовать компанию друзьям и знакомым. И там оценивайте по 10-бальной шкале. Дальше, метрика core, дошедших до конца. То есть, количество завершивших обучения делить на количество начавших обучения. Нужно на 100%. Чем близко к 100%, тем ближе к идеалу. Но в онлайн-курсах, если мы просто выкидываем эти курсы без поддержки, я говорю, что это 10-15%. Core 10-15% – это стандарт. А может быть даже и 3,7%. Дальше, transformation rate – это достижение целей. То есть, мы ставим цели. У кого-то цель изменилась, у кого-то не изменилась. Вот мы в конце понимаем, что если у него изменилась цель, он бросил программу и ушел. То есть, получается, количество достигших целей делим на количество на старте минус количество целей, которых не изменилось. Вот, например, у нас из 100 человек 75 целей не изменилось, а 25 целей изменилось. И, соответственно, прописываем здесь количество достигших целей. У нас, например, завершивших обучение 50. 100 человек мы на старте имели, 25. У нас цель изменилась. Учитаем и делим 50 на 75, умножим на 100. Получаем TR. TR – достижение цели. То есть, насколько мы цели достигли. Вот такой количественный показатель. Идем дальше. И удовлетворенность программы CSI. Сумму всех оценок, которые получили, делим на общее количество оценок. То есть, например, можно использовать 10-балльную шкала. То есть, и, соответственно, эту метрику можно включать и посмотреть, насколько по 10-балльной шкале он ближе к десятке. То есть, насколько наша программа повлияла на удовлетворенность слушателя. Идем дальше. Ну, есть у меня мой телеграм-чат. Цифровой педагог называется. Там уже около 200 человек. Вступайте. Членство абсолютно бесплатное. Когда мне бывает время, я иногда выкладываю интересные какие-то посты по нейросетям, по цифровой педагогике, по методике. Значит, выкладываю информацию о бесплатных курсах, которые можно пройти у нас, не у нас, там в рамках содействия с занятостями. Вступайте, не пожалеете. Ну и в конце я хотел вас пригласить на бесплатное обучение на курсе методист-образовательных программ. Здесь вот можно подать заявочку. У нас первый старт будет 10 ноября, второй старт, поток у нас будет 17 в рамках содействия с занятостями. Кто может принять участие? Граждане 50+, женщины, которые находятся в декретном отпуске, значит, граждане предпенсионного возраста, женщины безработные, воспитывающие детей до 7 лет. Ну, категорий очень много. То есть, вот основные категории, которые могут бесплатно принять участие в рамках этого проекта. Программа доступна по всем регионам. Вы можете записаться в форму, я вам вышлю подробную информацию. И, соответственно, можем в дальнейшем с вами встретиться уже на программе методист-образовательных программ и онлайн-курсах, где я подробно все буду вас учить, объяснять. А самое главное, я буду все это делать через призму применения искусственного интеллекта и нейросетей. То есть, я буду вас учить, как разрабатывать программы от результатов, используя нейросети, как использовать, генерить учебный контент, представлять презентации, рисовать картинки, не нарушая авторского права использования нейросетей. Вот на этой программе через призму нейросетей. Это уникальная программа, которую я пока еще не видел в России, чтобы учили именно методистов нейросетей. И буду делиться опытом своей работы, как я зарабатываю, разрабатываю различные курсы, как в статусе самозанятого, где брать заказы и так далее. Потому что сейчас на рынке очень много не хватает у нас именно таких профессиональных разработчиков и высокий спрос на эту профессию. Приходите, если желание есть. Если на коммерческой основе есть учиться, тоже можете прийти, написать мне ссылочку в форум, и мы можем параллельно запустить и коммерческий курс. Так, ну на этом вроде бы все. Презентацию можете скачать. Светлана Иковенко. Как подать заявку? Вот здесь форму напишите. Если, значит, или вступаете в группу «Цифровой педагог», можете там написать вопрос, я заберу работу, и можете подать в форму «Яндекс». Если не получится, то вот в эту группу вступаете, и там можете написать. Я все объясню, инструкции все вышлю, проведу организационный вебинар. с подавшим заявку, то есть объясню механику процесса. Да, Светлана, да, можно. Она должна быть активной. Дальше, следующий момент. Давайте ответим на вопросы теперь. Мария Губанова, Брянская область. А нужно ли проходить рецензию на программу, если я хочу использовать свою авторскую программу по региональному компоненту в ДОУ? Рецензию. Рецензия желательно на дополнительные образовательные программы, но не обязательно. То есть можно делать и без рецензии. Но если вы получите рецензию от какого-то образовательного учреждения, от министерства, там, не знаю, еще какого-то, от какого-то органа исполнительной власти, то есть или образовательного учреждения, это будет просто замечательно. Это значит, что ваша программа подвергалась экспертизе. Но по закону на дополнительную учреждевающую программу мы, например, рецензии не делаем. Это по желанию. То есть можно сделать, можно не сделать. Так, ответил вроде на вас, на ваш вопрос. Да. Ну, коллеги, спасибо за внимание, что слушали. Наталья Порыдина, да, сертификаты будут. Если хотите со мной держать дальше связь, вступайте в группу «Цифровой педагог». Можете задавать вопросы, в том числе методического характера. Я с удовольствием откликаюсь на это. и иду на сотрудничество. Вопросов что-то сегодня мало. Так, давайте посмотрим раздел «Вопросы». И там тоже вопросов, по-моему, нет. Вроде бы все, вопросов нет. Но подозрительно мало вопросов. Коллеги, спасибо за внимание. Ну, если понравился вебинар, там есть огонек, там можете оценить, насколько мою работу. Буду очень благодарен. Как подключиться к группе? По ссылке, либо сканировать QR-код цифровой телеграм, цифровой педагог в телеграме. Здесь вот просто можно телефоном отсканировать, можно, соответственно, ссылочку скопировать и перейти. Группа открытая для присоединения. Коллеги, спасибо за оценку. Спасибо вам за внимание, что меня слушали больше часа. Где группа в презентации? Не понял, Светлана, вопрос. Где группа в презентации? Где группа? Вот, вот, на экране я сейчас демонстрирую. В презентации, да. Это, по-моему, предпоследний слайд. Вот, спасибо за внимание. Предпоследний слайд. Вот здесь вот можете с экрана щелкнуть, можете непосредственно вот в презентации взять. Ну, я рад, что для вас это было полезно. Спасибо за хорошие оценки. Рад для вас работать, быть с вами на связи, делиться опытом. Предлагаю вступать в группу дальше, поддерживать уже связь вне вебинаров, готов отвечать на ваши вопросы, соответственно, ну и делиться полезной информацией. Коллеги, спасибо. Спасибо за внимание. Всего доброго. До новых встреч.